Снимаешь? Ты снимаешь? Да! Ты снимаешь? Да! Снимаем! Ставим новые струны перед записью нового выпуска, или первого выпуска сериала Коверкум. Здесь начиркать карандашиком, чтобы струна скользила. Три пальчика отмерим. Назад. Накручиваем тут. Когда струна пересеклась, хвост подкладываем под струну, заводим наверх, и наматываем все витки вниз. Получается замок. Струна сама себя зажимает. Будет очень хорошо держаться и строить. Ну вот я хорошенько распелась, готова писать песню. Пойду посмотрю, что там Саша делает. Какой-то целый процессище. Саша, что делаешь? Снимаю песню вот с симфоническим оркестром. О, да, я смотрела этот концерт, крутой. Да, милая сутеронжировка. А здесь что такое? Это я снимаю структуру сейчас, аккорда, которую я снял. Сейчас до конца сниму, и буду думать, как это все аранжировать для одной гитары, чтобы было интересно. Чтобы не просто так сыграть. Потому что одна же гитара выглядит, да? Может быть, на фингерстайл? Нет, я же буду петь, не ты один будешь играть. Надо как-то... Поменьше мелодии, да? Больше аккомпанемента. Конечно, да. Еще надо что-нибудь эдакое придумать. Сможешь? Ну вот надо подумать, помыслить, да. У тебя крутая гитара Кибель, да, называется, правильно? Да, одна из лучших гитар. Русское производство. Белорусская. Белоруссия. Белоруссия даже, вот. Ну вот, я думаю, мне нужно бас оставлять, чтобы бас был всегда. А ты когда такие песни переделываешь, ты вообще на что обращаешь больше внимания? Ну, чтобы интересно было в одну гитару играть, чтобы было как можно больше всего запихать. Бас, пас, аккомпанемент, там какие-то сольные мелодии, вокальные мелодии, может быть. Ну и по тексту нужно послушать. Да, кстати, вот. В тексте есть там «Твоим теплом согретым». А всегда, когда холодно кому-то, очень подходит в музыке трей. Типа холод такой, да. Вот там можно вставить. И как раз подойдет еще дальше, что там в тексте, не помню, что-то мерцает или моргает, что-то такое там есть. В следующем куплете тоже как раз под мерцанием подходит. Еще была идея сделать в духе Джимми Хендикса. Вот этот вариант мне нравится. Как-нибудь так, да? Ну и, конечно, Саша, знаешь, что мы с тобой сделаем? Мы сделаем обязательно отличный вариант от оригинального. Нужно что-то по-другому, да, я думаю? Ну, конечно. Один в один петь не надо, да, что это за... Получается имитация, а не когда... Добавь что-нибудь своего, там, какого-нибудь блюза, может быть, немножко, сол там. Вот, да. Наверное, я остановлюсь на Джимми Хендиксе. Нам только все это переложить. Может быть, попробую добавить что-нибудь, там, каких-нибудь перкуссий. Так что так, ну сначала надо снять, потому что я структуру еще не запомнил. Ну, ладно, мне будет все мешать. Так, вспомнилось. Смотри, что придумал. Если добавить вот так, как перкуссия, нормально будет? Это очень круто, по-моему. Если слушать в аудио, можно даже не понять, что у нас всего лишь одна гитара. Помешает петь, нет? Или нормально? Так, ритм, последний, такие, припев, там, качнуть так, лё. Кстати, заметил, такой фигнёк, если просто так прогладить и ударить, то достаточно тико получается. А если руку убрать, то можно такой громкий звук сделать где-то вот здесь и так бы не раздолбать, так ли? Громко было, да? Да, будет клёво. Сейчас потренирую, и можно будет попробовать снять на видео. Так что учи слова. Я их уже знаю. Я уже всё придумала, как буду петь. Так что погнали. Вот так, вот. Ну, куда я в основном? Ну, очень хорошо, очень рыжая там, да. Очень хорошо, да. Контраст меняется. Сейчас я чуть-чуть выше этаж залежу. Вот так, вот он сейчас как петь. Вот так, вот ещё. Угу. Это я ведь попаду. На видео снимай, скажите, подождите, подождите. Что там, где-то не играл-то? Это можно? Вот. Сейчас. Что там, где-то я с тобой.